Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И, продолжая разговор о втором послании Коринфянам, мы сейчас обратимся к девятой главе. По смыслу, по содержанию, девятая глава является непосредственным продолжением того разговора, который был начат в восьмой. Речь там идет о сборе пожертвований для нуждающихся христиан святой земли. Для Павла это важная очень вещь, которая созидает единство церкви, то единство, о котором сам Павел пишет, что во Христе нет ни эллины, ни иудеи, и что Бог во Христе разрушил стоящую между эллинами и иудеями преграду. Вот поэтому для Павла это очень важная вещь. Он пишет о том, что благодать Божья – это такая вот бескорыстная щедрость Бога к нам и нас друг к другу. И, кроме того, еще он в конце восьмой главы начал разговор о том, что вот мы хвалились вами, мы имеется в виду Павел и его сотрудники, мы хвалились вами перед другими христианами, перед другими христианскими общинами, говорили, что вы настоящие христиане, и что вы поэтому откликнетесь на наш призыв, примите участие в этом сборе пожертвований. И вот, собственно, продолжается этот разговор о щедрости и в девятой главе. Павел говорит о том, что «я хвалюсь вами перед македонинами». Значит, апостол в македонских общинах говорил о том, что «ну вот каринфиане, они готовы тоже поучаствовать в этом сборе пожертвований, что, собственно, значит хвалюсь вами перед македонинами». Павел говорит, что «они готовы, они готовы бескорыстно пожертвовать, насколько они могут, уже заранее были готовы. А хая приготовлена еще с прошедшего года», выражается апостол. Вот, и, соответственно, я послал братьев заранее, прежде чем будет сбор пожертвований производиться, собственно, окончательный, чтобы они вам об этом напомнили, говорит апостол, чтобы вы могли подготовиться, «дабы возвещенное благословение ваше было готово как благословение, а не как побор». Во-первых, обращает на себя внимание то, что апостол говорит о бескорыстной щедрости, об бескорыстной помощи друг другу. Здесь уже не только словом «благодать», которое он употреблял в предыдущей главе, но и словом «благословение», эвлогия, благословение, то, что передает другому дар жизни, исходящий от Бога дар жизни, благословение. Вот как он называет эту бескорыстную щедрость, эту бескорыстную помощь друг другу. И еще раз он говорит о том, что «я хочу, чтобы это было подарком, а не побором, чтобы вы собрали столько, сколько захотите, сможете, как вы сможете, насколько вы можете себе вообще позволить». Там же они тоже не миллионеры в этом коринфе, само собой разумеется. И чтобы это не было поборами, Павел принципиально отказывается выставлять конкретную сумму, что, в общем, тоже довольно поучительно для современных христиан в том числе. мы часто думаем, что для того, чтобы получить желаемое, не необходимое, а именно желаемое, необходимо твердо сказать, что вот ты должен дать столько-то, ты столько-то. И так финансовые отношения между христианами в современной цирке очень часто превращаются все же именно в поборы. Не всегда, но очень часто. Вот Павел озабочен такими вещами. Он озабочен нравственной стороной денежных отношений. Поэтому для него важно, чтобы люди собрали столько, сколько смогут и захотят. И не надо было ничего дособирать. Вот придут Павел и его посланцы в Каринф, им вручат кошелек, собранный суммой, и все, сколько собрали, столько собрали, чтобы это было бескорыстной щедрости, а не побором. Это очень для апостола важно и, конечно, очень поучительно для сегодняшних христианских общин. При этом Павел, конечно, напоминает о том, что кто сеет скупы, тот скупы и пожнет. Кто сеет щедро, щедро и пожнет. Он призывает не просто как-нибудь пособирать, а действительно от сердца принять участие в нуждах святых, как он выражается, он же говорит о пожертвованиях для голодающих христиан Иерусалима. Значит, нужно принять этих людей в свое сердце. Требуется действительно некоторое усилие преодолеть скупость, усилие щедрости. Поэтому он говорит, каждый уделяй по расположению сердца ни с огорчением и ни с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог. Таким образом, он дает своему читателю возможность почувствовать вот этот путь, когда ты действуешь бескорыстно, ты щедро бескорыстно, при этом не мучая ни сердца, ни карман, и в то же время совершая труд духовный, если хотите, некоторые усилия. Вот, Бог же силен обогатить вас всякой благодатью. Снова благодать в его устах, по крайней мере, здесь, в этой части второго послания Коринфянам, означает именно бескорыстная щедрость Христа. Бескорыстная щедрость Христа к нам. Вот, Бог силен обогатить, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. И дающий семя сеющему хлеб в пищу подаст обилие и умножит плоды правды вашей. Собственно, апостол хочет сказать о том, что там, где действительно наши сердца открыты, в том, чтобы помогать друг другу, помогать бескорыстно, как бескорыстная щедрость Христа к нам, там действительно Бог присутствует и взращивает свои плоды. И поэтому во всякой человеческой щедрости мы оказываемся богаты Божьим богатством. Божьим богатством. Это Он восполняет Собою, Своей любовью, Своей щедростью, Своим присутствием то, в чем мы ограничили себя, обнищали ради Христа. Он же говорил в предыдущей главе, что благодать – это значит, что Христос бескорыстно обнищал ради нас. И, соответственно, здесь Он говорит о том, что когда мы нищаем, то есть просто жертвуем ради Христа бескорыстно, не чтобы каких-то плодов добиться, не взятку даем, тогда и присутствие Бога, и милость Бога процветают, прорастают в нас. И еще одна мысль, связанная с этими пожертвованиями, тоже для апостола Павла очень важная. В конце 9 главы он говорит о том, что вот это дело помощи друг другу, дело бескорыстной щедрости, по отношению друг к другу, во многих производит обильное благодарение Богу. Смысл, смысл, почему объединяют эти пожертвования, это помощь друг другу. Помощь не снизу вверх, да, кстати, и не сверху вниз, а, так сказать, помощь равноправных общин, потому что, когда вот так христиане помогают друг другу, одна община, соседней, здесь, и те, кто отдают, обогащаются милости Божьей, и те, кто получают, обогащаются милостью Божьей, и все вместе благодарят Бога. Для Павла это тоже очень важная вещь, что благодарение Богу совместное, общее, когда мы друг за друга Бога благодарим за жизнь, за возможность быть вместе, за возможность помогать друг другу, да, вот этот сюжет, рождающий в человеческих сердцах благодарность, это то, что действительно объединяет нас в Боге. Часто, знаете, в последующие времена христиане пытались выставить критерием своего единства разные менее важные вещи, ну, чаще всего там, как это называется, совместное исповедание тех или иных догматических формулировок, это важно, это важно, нужно, полезно, об этом следует думать и спорить, но все-таки для апостола Павла, например, там вообще еще нет никаких догматических формулировок, там соединяет людей перед Богом вот эта бескорыстная щедрость и общая благодарность Богу, а не что-нибудь другое. Субтитры создавал DimaTorzok